Пленарное заседание Президент Академии наук Абхазии Зураб Джепуа отметил Главная научная организация страны формировалась в сложное послевоенное время Президент Академии наук Абхазии Президент Академии наук Абхазии Президент Академии наук Абхазии а скульптура час, а докторантуры, аспирантуры, а диссертации в карьере, рыхчары, а царадырра, туйадзара, ана, шариуха и разгу обхараква. Я сгватату абстанцарадырра, а заквали накрышена академия, а президиум и рейхадзо, а тестация от комиссия, а функция к нанакзой, а диссертации от хейлоква, диссертации от усунтаква, чек-наргой. Академия зы, а кратерна куитапсу ацараваи, а ханрствия ацараваи, а уси цуразы, а тагылаза, чек-бзивка рапцара. Достижения абхазских ученых признаны не только в республике, но и за ее пределами, отметил, поздравляя научное сообщество с юбилеем АНА, президент Аслан Бжания. 25 лет назад Владислав Ардзенба подписал указ об образовании Академии наук в республике Абхазия. Это был сложнейший посевоенный период, но для республики и ее будущего решение о создании Академии наук имело огромное значение, ведь без науки невозможно полноценное развитие государства. Академия наук Абхазии прошла непростой путь. Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость. Очень важно, что научное сообщество уделяет особое внимание расширению международных контактов. И в этой связи серьезное значение имеет упрочение научно-технического сотрудничества с российскими научными школами. Сегодня Академия наук Абхазии представляет собой слаженную структуру научных учреждений и исследовательские возможности, которых необходимо наращивать. В числе приоритетных направлений деятельности Академии работа с молодыми учеными и аспирантами. Далее руководитель администрации президента Джан Сухнанба зачитал указ президента о награждении ряда ученых. Указ за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность присвоить почетное звание заслуженный деятель науки Республики Абхазия Авецба Аслану Фазлбеевичу, главному научному сотруднику отдела источника вредния Абиги Аршба Нелле Владимировне, ведущему научному сотруднику отдела языка Абиги Квицинья Пётру Камшишевичу, ведущему научному сотруднику отдела этнологии Абиги Саманба Леониду Хиговичу, ведущему научному сотруднику отдела языка Абиги Шалаша Заур Ивановичу, директору Института экономики и права Академии наук Абхазии Гулия Александру Изабеевичу, ведущему научному сотруднику Института экономики и права Академии наук Абхазии За заслуги в научной работе, вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов Наградить орденом Ахт-Запша 3-й степени научного сотрудника отдела этнологии Абиги Доцентра кафедры Абхазоведения Абхазского государственного университета Барциц Марину Кановну За значительный вклад в развитие науки в области литературоведения Наградить орденом Ахт-Запша 2-й степени ведущего научного сотрудника отдела литературы Абиги Кабба Руслана Куаневича За высокие достижения в области биологической науки Значительный вклад в подготовку научных кадров Республики Абхазия Наградить орденом Ахт-Запша 1-й степени доктора биологических наук Профессора, академика Академии наук Абхазии Заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Кавалера ордена Ахт-Запша 2-й степени Бебе Сергея Михайловича От имени Российской Академии наук Абхазское научное сообщество поздравил вице-президент РАН За время своего существования Академия наук Абхазии Внесла огромный вклад в укрепление самобытной культуры ее народа Подготовку кадров для научно-исследовательских центров и высших учебных заведений Российская Академия наук высоко оценит нашу многолетнюю межакадемическую дружбу и сотрудничество И рады тому, что наше научное сообщество неизменно поддерживает тесные контакты Заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко отметил Благодаря профессионализму и системной работе ученых Абхазии Современная наука продолжит устойчивое развитие, которое обеспечит рост АНА В решении задач развития фундаментальных и прикладных наук, исследований в целях обеспечения научно-технологического развития и расцвета Республики Абхазия Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку Российской Академии образования Надеюсь на дальнейшее досрочное плодотворное сотрудничество между нашими организациями От имени народных избранников с 25-летием АНА ученых поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба подчеркнул, спектр современных исследований и научных разработок Академии наук очень широк Этому способствует активное международное сотрудничество ученых Абхазии Являющиеся значимым вкладом в развитие связей нашего государства с другими странами мира Результаты работы ученых отражены в многочисленных трудах, публикуемых на абхазском, русском и английских языках Интеллектуальный потенциал, профессиональный опыт и гражданская ответственность ученых Абхазии – наше национальное достояние Отрадно, что своими знаниями они щедро делятся с молодежью, которая сегодня делает первые шаги в развитии науки Выражаем благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению отечественной науке за выдержку и твердость на пути к вершинам научных свершений От имени Никитского ботанического сада Национального научного центра РАН ученых Абхазии поздравил директор Юрий Плугатарь Начиная с 2015 года наши совместные исследования приобрели новое звучание Мы организовали 12 совместных экспедиций, издано целый ряд прекрасных научных публикаций Есть совместные гранты, совместные исследования, которые продолжаются И мы уверены, что это только начало нашего сотрудничества Между республикой Крым и Абхазией есть много общего Поэтому нам легче понять всю сложность проблем, связанных с сохранением природных богатств, вашей уникальной земли С природным хозяйственным развитием территории Вам вот этот букет, мы привезли его из Крыма Эти растения из нашего Никитского ботанического сада Этот букет символизирует успех, развитие и любовь Президент Международной славянской академии образования, науки, искусства и культуры Сергей Бабурин Выступая перед научным сообществом, отметил Мир, в том числе и научный, переживает эпохальные изменения Не просто так президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Говорит, что мир находится в состоянии мировоззренческого цивилизационного кризиса И выход из этого кризиса только через формирование общества знания Только через укрепление духовно-нравственных основ общества И здесь роль науки, она является ключевой Потому что только наука может показать маршрут дальнейшего движения Что делать, куда идти И не менее важно ответить на вопрос, а зачем идти Какую цель мы в своем развитии будем преследовать Пленарное заседание, посвященное 25-летию Академии наук Абхазии Продолжилось многочисленными выступлениями и видеопоздравлениями от российских ученых Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова